Мир вам, дорогие моему сердцу, братья, сёстры. Слава Господу, что Господь таким дивным образом говорил через брата о вере, об этом дивном подарке, который мы имеем от Господа. Но мы знаем, что есть тот, который хочет украсть, убить и погубить. И это происходит постоянная борьба, она продолжается. И в то время, в которое мы живем, это последнее время, и сатана понимает это, и потому он в великой ярости. И написано, что во многих охладеет любовь и вера, потому что сатана чувствует свою кончину. Я хочу, чтобы мы обратились к месту Священного Писания с 12 главы от Матфея. Матфея. Я буду выборочно читать несколько стихов. Это Матфея 12 глава. Я буду читать из 22 стиха. Из 22 стиха, и там выборочно. И потом мы остановимся на некоторых местах. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? Если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. Если я же духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простятся человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Я дальше читаю с 43 стиха, эту же главу. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по бессводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой и семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Я прочитал место Писания, когда Христос совершил чудо, великое чудо, изгнание беса. И вот нашлись те, тут в Матфею написано, что это фарисеи. Лука не говорит, что это фарисеи, а некоторые говорят так, некоторые говорили другие, он не называет фарисеями. Но здесь конкретно говорит, что фарисеи воспрепятствовали этом, и, знаете, начали высказывать такие абсурдные обвинения, что Христос делает это силой Вильзевула, князя Бесовского. И Христос дает им ответ. Христос дает ответ тем, которые говорят такие абсурдные вещи. Хотя, я думаю, они понимали, они догадывались, но они не могли признать этого перед всеми. И здесь Христос говорит конкретно к ним, обращаясь к ним. Он говорит, что я, ну, он отвечает им и говорит, просто дает понять абсурд этого, что вы говорите. Говорит, как может царство разделиться, если я буду той же силой ее изгонять. Это противоречит здравому рассудку. Но потом он говорит и обращается к ним. Он говорит им эти слова, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает со мной, тот расточает. И говорит им вот этот приговор, приговор тем, которые говорят хулу на Духа Святого. Потому что они говорили мерзость перед Господом, это хула. Они называли силу Духа Святого, которым действовал Христос, они называли это силой Вильзевула, силой дьявола. И Христос ясно и понятно им отвечает на это. Но я хочу обратить место Писания, обратить наше внимание на 43 стих. Когда Христос дальше, как бы продолжая, если мы будем читать Луки 11 главу, то это идет сразу. 11 глава, 23 стих Луки, то же самое место. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. И 24 стих сразу говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит безводным местам, ища покоя. И не находя, говорит, возвращусь в дом. То есть Христос говорил это, отвечая книжникам и фарисеям, отвечая тем, которые обвиняли его в абсурдных вещах. И Христос говорит им, давая понять, что только со мною, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Я бы хотел остановиться на этих местах и немножко поразмыслить вместе с нами. Знаете, сегодня это есть размышление для нас. То, что отвечал Христос этим фарисеям, сегодня это размышление для нас. Христос говорит ясно и понятно, что как может царство устоять, которое происходит вот это, которое само в себе происходит какие-то разделения, какая-то борьба. Это не может происходить в одном царстве. Это может только происходить в тех двух разных позициях, разных силах, которые сегодня продолжают эту борьбу. И эта борьба продолжается сегодня, и эта борьба продолжается за души, за наши с вами, братья и сестры, души. Эта борьба продолжается до сегодняшнего дня. И Христос отвечал этим фарисеям. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. И дальше он говорит, что когда выйдет нечистый дух, то тогда остается чистым. Тут написано, не занятым и вытянным, выметенным и убранным дом. И вот я бы хотел обратить внимание, что Христос говорит именно о том, что вот эта борьба духов злобы и Духа Божьего, она происходит постоянно. Она происходит, она нам не видно, может быть, здесь, но мы ощущаем это. Мы ощущаем, потому что если мы удаляемся от Христа, если у нас наступают моменты, когда мы ощущаем то, что мы опустошаемся, то, что мы падаем, духовно я имею в виду. Хотя мы в церкви, хотя мы между братьев и сестр, но я думаю, каждый ощущает это на себе, ощущает в своей духовной жизни, что порой мы становимся слабыми, мы ослабеваем. Мы удаляемся, а порой мы горим. И эта борьба продолжается. И сатана, он не дремлет, он ходит и постоянно изыскует возможности, момента, чтобы украсть, убить и погубить. И это происходит постоянно. И вот здесь, этими словами, Христос подсказывает, говорит, он такими аллегориями или же притчами говорит. И он говорит вот эти две притчи. Первый – это сильный и сильнейший. В Луки сказано о сильнейшем. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенные у него. Первое – это то, что Христос здесь, в контексте этого местописания, он себя называет сильнейшим. И он в силе связать того сильного и расхитить его дом. Изгнать бесов. Что он и делал. Он и делал. Он прогонял, изгонял духи ада. И вот он говорит о том, что только сильнейший может победить сильного. Сатана очень сильный. Сатана очень могущественный. Но есть тот сильнейший, который может победить его. И потому Христос говорит, вот 30 стих. Здесь 12 главы. «Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает». Он подводит к этому местописанию. Он подводит к этим словам. Он говорит, что эта борьба продолжается. И есть сильный и сильнейший. И только сильнейший может связать и тогда расхитить дом, говоря о себе как сильнейшем. И о том сильном сатане, духе злобы. И дальше он говорит, что нечистый дух, он ходит и не находит в себе покоя. Он не находит покоя в том, что он ничего не может сделать плохого для души. Той души, которая, может быть, ослабела, может быть, утратила эту возможность быть с Богом. И вот слово находит его, в 44 стих, незанятым, выметенным и убранным. Вот слово незанятым, это означает без Бога. Без той силы, которой душа может устоять перед сатаной. И вот когда сатана ходит и ищет, дух нечистый, ходит и ищет, кого бы погубить. Когда он видит, что мы ослабели, когда он видит дом убранный, дом приятный. И многие сегодня, может быть, находятся даже в доме молитвы, вот в нашем собрании. Может, в других собраниях находятся. Но, к сожалению, вот этот дом, он не занятый, не занятый Духом Святым. А Слово Божие говорит, если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Вот как важно, первый урок для нас, как важно нам постоянно понимать, что происходит духовная борьба. Происходит борьба за наши души. И потому, если мы отходим от Христа, если мы, может быть, ослабеваем, удаляемся, согрешаем, это тот момент, тот опасный момент, когда мы даем возможность завладеть нашим сердцем сатаной. Сатана может завладеть нашим сердцем в этот момент. И дальше Христос говорит второй, второй урок для нас. Кто не со мной, тот против меня. Кто не со мной, тот против меня. Вы знаете, Христос ясно дал понять всем, кто был с Ним. А с Ним было множество народа, и среди них были книжники и фарисеи, которые сомневались, которые говорили такие абсурдные вещи. И вот Он говорит, кто не со мной, тот против меня. Третьего не дано. Кое-как заигрывать, знаете, с этим миром невозможно. Есть только две позиции. Нельзя быть нейтральным. Нельзя занимать нейтральные позиции. Есть, можно, только две позиции по отношению к Иисусу Христу, а значит и к Богу, это или с Ним, или против Него. Вот это очень важно нам понять, это напоминание каждому из нас, проверить свое сердце. Друзья, дорогие, Слово Божие, оно не терпит вот этой вот посредственности. Или так, или так. Третьего нет. Мы можем прочитать, кто не против вас, тот за вас. Ибо кто не против вас, тот за вас. Мы читаем Луки 9, глава 50 стих, Марка 9, глава 40 стих, Матфея 6, главе 24 стихом. Христос говорит, никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и мамоне. Невозможно. Может быть, это сегодня звучит резко. Может, сегодня это звучит для нас не очень, знаете, приемлемо. Почему? Потому что сегодня время такое. Сегодня время толерантности. Сегодня время всех нужно любить. Так многие говорят. Правильно, всех можно любить, кроме греха. Греха нельзя любить. Мы не можем смириться с тем, и Христос говорит, что, если кто, всякий грех простится, но хула на духа не простится. Это сильно резкие такие слова. И он говорит тут же, кто не со мной, тот против меня. Не просто, ну что ж, ну не со мной, ну значит, хорошо, ты там где-то, может, побудешь немножко. Нет. Это враг становится для Господа. Кто не со мной, тот против меня. И многие места Писания подтверждают это. И слово ваше добудет в Матфея 5 глава 37 стих. Да, да и нет, нет. А что сверх этого, то от кого? От лукавого. Это уже происки лукавого. Это лукавый говорит, что, да можно так, можно немножко мир любить. Ну что, сейчас все заняты этим миром, с богатством, с заработками. Сейчас все этим заняты. Ну а для Бога, если останется время немножко, тогда будет, можешь для Господа уделить это время. Господь сегодня говорит эти слова для всех нас. Загляньте в свое сердце. Проверьте свое сердце. С кем мы сегодня, сейчас здесь, сидя, вот в Церкви Божьей. С кем мое сердце? Я с Господом или нет? Друзья, дорогие, сегодня время очень такое опасное. Сегодня время толерантность. Толерантность – это терпимость. И сегодня, говорят, мы должны быть толерантными тем, кто занимается чем-то неугодным к убийствам, к пьянствам, к гомосексуализмам. Мы все должны толерантными быть. Друзья, дорогие, нету в Писании такой толерантности. Мы должны быть толерантными к человеку, который погибает в грехе. Вот к нему мы должны быть терпимы. Мы должны, и мы понимаем, и мы понимаем того, кто, может быть, погибает в этом мире, наркоманы, пьяницы. Для них есть реабилитационные центры, с которыми христиане работают, трудятся, молятся вместе с ними. Потому что мы понимаем, что этот человек попал в эту зависимость греха, и он не может сам выйти оттуда. Вот к ним мы толерантны. Но как мы можем быть толерантны к этому миру, к гомосексуализму, к сатанизму? Мы никогда не смиримся с этим. Потому что мы против этого греха. Мы против наркомании. Мы против пьянства. Мы против этого. И мы должны стоять на этих позициях. Мы должны говорить об этом. Потому что сегодня христиане боятся говорить. Ну как обидеть человека? А чем мы его обидим? Тем, что скажем ему, что ты грешишь? Не ты грешник. Не называть его грешником. А что то, что ты делаешь, это грех. И сегодня обязательно нужно дать себе четкий ответ. Кто не со мной, тот против меня. За кого я? Помните пример Ладыкийской церкви? У них было теплое. Состояние теплое. Это церковь последнего времени. Состояние тепла. И так чуть-чуть, и так чуть-чуть. И то неплохо вроде бы. Ну и этих надо любить. И вот такое состояние. А Христос говорит, что если бы ты был холоден или горячий. Или то, или другое. Избери сегодня. Кто не за меня, тот против меня. Если мы не со Христом, если мы не исполняем Его повеление, если мы не исполняем Его волю, то мы против Него. И сегодня это пример то, чтобы мы с вами проверили свое сердце. И второе, на что Христос говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. Знаете, Христос пришел и пострадал за народ, и чтобы рассеянных чад Божих собрать воедино. Так написано Иоанна, 11 глава, 52 стих. Каяфа, будучи на тот год первосвященником, предсказала это, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но и чтобы всех собрать воедино. И Слово Божие подтверждает это. Луки, 3 глава, 17 стих. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою. Матфея, 25 глава, 32 стих. И соберутся пред ним все народы. Псалом 101, 23. Когда соберутся народы вместе, и Царство для служения Богу. Христос пришел, чтобы собрать всех нас воедино для Господа, в Царство Небесное. Это его была цель, за это он пошел на Голгоф, чтобы мы спаслись, и могли быть едиными с ним вместе в Царстве Его. Вот это цель и прихода Иисуса Христа, цель его, его миссия. И он хочет, чтобы и мы с ним, он избрал нас для какой цели? А Слово Божие говорит, я избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плоды, чтобы этот плод прибывал. То есть мы избраны для определенной цели. Мы избраны, чтобы созидать Церковь Его, чтобы быть в Церкви и приводить души в Церковь Иисуса Христа, к Иисусу Христу для спасения. И эта миссия Божья, она предается нам, потому что мы избраны с определенной целью. Мы не просто избраны, потому что, ну, как-то Господь явил милость нам. Мы избраны с определенной целью. Бог хочет что-то от нас. И вот здесь Слово Божие говорит, кто не собирает со мной, тот расточай. Важно понимать, что Христос пришел, чтобы собрать своих. И Он хочет от нас, чтобы и мы с Ним собирали. И очень яркий пример, это притча о талантах. Матфея 25 глава, я читаю с 24 по 26 стих. Это уже как то, что Христос говорит. Я не буду напоминать всю эту притчу. Но помните, что Христос раздал таланты. И тому рабу лукавому, который взял один талант, которым Христос дал один талант, Он ничего не сделал на этот талант. И 24 стих говорит, подошел и получивший один талант, И сказал, господин, я знаю у тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, И собираю, где не рассыпал. Лукавство раба было в том, что он знал, что господин собирает. Это было его дело, его желание, его воля, господина. Но поленился и не выполнил желание господин. Вот в чем было лукавство раба. Друзья, дорогие, братья и сестры, Сегодня вопрос каждому из нам, вопрос ко мне. Кто не собирает со мной, тот расточает. Если мы знаем, как поступать правильно, по Слову Божьему, по Писанию, Но так не поступаем, не исполняем его волю, кто мы? Расточители. Так выходит с Писания, это не мои слова. И потому господин наказал этого лукавого раба. Он наказал его очень сильно, он его выбросил во тьму внешне. За то, что он знал и не делал. Он знал, что господин собирает. Собирает там, где не рассыпал. Но он решил, что, а я так где-то по свединке. Я же ничего не сделал с этим, я же не растратил. Вот оно у меня, вот я все сохранил. А Слово Божие говорит, если ты не собираешь, если ты не приумножаешь, если ты не делаешь то, что ты должен делать, что от тебя хочет Господь, какова Его воля, этим ты расхищаешь. Сегодня это для каждого из нас эти три урока. Три урока Господь дает нам из Слова Своего. Борьба за души наши продолжается. Борьба за души ведется очень жестоко. И она проходит. И только с Господом, только когда мы с Ним, тогда мы можем устоять. Мы должны четко дать себе отчет, с кем мы, какова наша позиция. Третьей нету. Или с Христом, или против него, или с Ним, или не с Ним. Проверьте свое сердце. Нам порой кажется, что мы с Господом, но наши дела, наше время, как говорил, помните, брат, на проповеди предыдущей, какую собаку мы кормим? Белую или черную? С кем мы? С Христом или против Него? И также третье – это если мы не исполняем волю Божию и не приносим плода для Его славы, мы расточители, и нас ждет наказание. Это то, что из этой притчи о талантах выходит. Друзья, сегодня я обращаюсь ко всем, кто здесь, и, может быть, здесь есть те, которые еще не решили с кем быть, или со Христом, или между, или говорят, что мы со Христом, потому что Он в нашем сердце, а живем мы, как живется, а в сердце самое важное – иметь Христа, сегодня есть момент проверить свое сердце. Исполняю ли я волю Божью? Если я исполняю волю Божью, если я исполняю повеление Божие, которое говорит Бог, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную. Вот почему сегодня есть возможность, есть момент – покаяться пред Господом, просмотреть свою жизнь, изменить, если надо, что-то в своей жизни, чтобы предстать пред Господом чистым, чтобы предстать пред Господом верным Ему. Пусть Отцовь благословит. Давайте будем молиться, и каждый пусть проверит свое сердце. Аминь. Продолжение следует...